Самое главное не думать, что плохо либо хорошо. Надо понимать, что на горизонте 3 года, 5 лет, 7 лет, может быть 10 лет. Если ничего не изменится, а ближайшего года 3 ничего не изменится точно, я смотрю с точки зрения. Все мы, как общество, как нация, как страна, мы обречены на дальнейшую деградацию, увядание, затухание, люмпинизацию, деквалификацию, структурно-технологическую примитивизацию. Мы будем все менее конкурентоспособны глобально. Но задача каждого из нас на своем месте, в своем окружении найти эти самые островки стабильности, эти точки роста. Если организм болен, собственно говоря, болен раком, тяжелой стадии онкологии, сифилисом, гангреной, чем угодно, задача не дать заразить оставшиеся органы. Наша задача и моя, и ваша, и все, кто здесь есть. Это на самом деле пытаться объединяться, собственно говоря, с единомышленниками, где вы как вы только можете, пытаться противостоять этому вектору на упрощение, на слив страны и просто какое-то время продержаться. Наша задача, мы не можем ничего изменить структурно-глобально, у нас нету портфеля, нам нечего делить. Тут вот некоторые говорят, хочет быть один министром одним, другом министром другим. Нет портфеля, делить нечего. Мы понимаем, что пока вообще нечего делать, нам еще пока ничего не светит, мы еще ничего не имеем. Поэтому задача наша сейчас, это просто не разложиться вместе со страной, а страна разлагается потому, что власти это выгодно, и политика власти в том, чтобы ускорить процессы деградации страны и общества, чтобы они деградировали быстрее, чем управляющий класс, потому что если управляющий класс деградирует быстрее, чем общество, то власть будет сменена. Задача власти идет так, чтобы все по периметру деградировали быстрее. И вот наша с вами задача как раз искать источки роста, искать новые источники заработка, Пытаться искать некие для бизнесменов новые ниши, более специализированные продукты, работать в более низком ценовом сегменте, больше общаться с клиентом и больше клиента ориентированность. Мы говорим про сферу услуг, у нас сфера услуг вообще не клиента ориентированная. Предпринимателям объединяться, не бояться выступать вместе, выступать на региональных каналах, на региональных форумах, писать коллективные письма, местные, инфины, налоговые службы и куда угодно. Просто надо понимать, что если вы молчите, вас точно пустят под нож. Если вы хотя бы пытаетесь что-то сделать, и вы об этом говорите, и вы объединяетесь, и вас много, то вас, наверное, тоже будут пытаться пустить под нож и подстричь, но это будет сделать сложнее, либо в меньшем масштабе. Поэтому здесь пока мы ничего не можем радикально изменить, но наша задача показать, что все-таки есть островки, такие локальные точки роста, что люди не одиноки в регионах в том числе. Потому что на самом деле в регионах есть депрессуха, есть страх, что вот мы одни, нам что-то не нравится, у нас нет поддержки, нам не с кем разговаривать, может быть, мы ошибаемся, может быть, на самом деле все иначе, но как-то нам так кажется, что все плохо. Наша задача показать, что на самом деле есть люди, которые объединены общей целью, общей идеей преодоления вот этого вектора на деградацию страны и на паразитическое сгнивание в эпоху дешевого сырья, и показать регионам, что на самом деле вы не одни, есть поддержка, собственно говоря, и в федеральном центре, и мы много ездим по регионам, много ездим по стране. Просто задача на самом деле просто объединяться и быть сплоченными. Вот и все. Продолжение следует...